Летом 2013 года родители 11-летнего Артема заметили, что с их сыном что-то не так. Мальчик стал вялым и малоподвижным, а затем появилась постоянная тошнота и периодическая рвота. А дальше бесконечная гонка по врачам. Две недели многочисленных анализов, УЗИ и рентгенов, но врачи по-прежнему не могли поставить диагноз. А мальчику с каждым днем становилось все хуже. В родном Приднестровье в семье так и не смогли помочь. Пришлось ехать в Кишинев, где все обследования пошли по кругу. Врачи выдвинули 11 возможных диагнозов, основным из которых стал рак желудка. Точный диагноз удалось установить только после операции. Вскрытие брюшной полости выявило многочисленные новообразования. В ходе операции была удалена часть толстого и тонкого кишечника, а после реанимации мальчика ожидала агрессивная химиотерапия. Лимфома Беркита – такой был основной диагноз. Это очень агрессивная форма неходжинской лимфомы, рака лимфатической системы. Последующее лечение Артем должен был проходить в Институте детской онкологии и гематологии имени Блохина. Семье объявили сумму, необходимую для прохождения полной терапии в Москве – 3 миллиона рублей. Папа Артема бросился искать деньги. Семья продала все, что было возможно продать. Часть денег собирали всем поселкам Рыбница, откуда был родом мальчик. Осенью 2013 года Артем прошел 5 химиотерапий, после которых состояние значительно улучшилось. А в начале 2014 года Артема выписали домой. Если ремиссия продлится еще год-полтора, то можно говорить о полном выздоровлении. Но рак вернулся через год. Для мамы Артема эта новость стала самой страшной в ее жизни. Ведь врачи предупредили – рецидив лимфомы Беркита не лечится. Но Артем стал тем редким исключением, когда появился шанс на положительный результат. Его форма лимфомы мутировала в миелоидный лейкоз. Лечение семье предложили пройти там же, в Блохина. Новая стоимость всей терапии составляла 6 миллионов рублей. Артему предстояла очень сильная химия и трансплантация костного мозга. За границу ехать за этой процедурой не пришлось. Папа Артема подходил в качестве донора. Осталась мелочь – найти 6 миллионов рублей. Но у семьи на тот момент были исчерпаны все возможные ресурсы. К счастью, нашлись фонды, которые общими усилиями собрали необходимые средства. За все время мальчику сделали 60 трансплантаций. Государство оплатило 28 из них. Еще 26 взяли на себя фонды и 8 процедур. Профинансировали другие страны в качестве благотворительной акции. Сейчас, после всех химиопроцедур, пересадок и последующей реабилитации, Артем в ремиссии. Он вынужден принимать лекарства и постоянно обследоваться. Но он жив, и врачи дают весьма оптимистичные прогнозы. Благодаря лечению, на которое Артема собирали всем миром, мальчик получил шанс на долгую, полноценную жизнь.